Здравствуйте! Рада вас приветствовать на анонсе курса «Основы борода». С вами Надежда Калинина, Центр Шенцы, Центр консультации и обучения Академии метафизики. Итак, мы с вами начнём сразу с результата. Что вы получите, пройдя наш курс? Самое первое, вы будете понимать принцип создания китайского календаря. Для чего это? Для того, чтобы вы могли, зная буквы, писать, например, сочинение. Или зная цифры, решать задачи. Это база, база, которая позволяет нам заниматься прогностикой, база, которая может показать нам, даже не видя этот календарь, мы можем сами его написать, понимая правила, а это очень логичные правила в китайском календаре. Именно в китайском календаре метафизики, который состоит из иероглифов, элементов огня, земли, металла, воды и дерева. И вот эти все иероглифы, они так в дате связаны между собой, как в определёнными пазлами, что вот благодаря вот этой связке, благодаря пониманию основ китайского календаря мы можем спокойно понять, какой будет год, например, 2050-й кто-то живёт, какой будет год, там, 2040-й и тому подобное. И что он конкретно принесёт человеку. Мало того, понимать, что какой будет год, а что он лично нам принесёт. И это, конечно, можно знать, и вы поймёте, как это понимать, зная основы создания китайского календаря. Дальше. Второй момент. Следующий. После того, как мы понимаем с вами основы, с чего и для чего состоит этот календарь, мы первым делом всегда убираем дни проблемные. Мы никогда не хотим начала в какую-то поездку поехать. И понимая, что вот в этот день, если мы поедем, соответственно, будут какие-то проблемы большие. Этого мы точно не хотим. И всегда, это как вам рекомендация, первым делом всегда исключайте отрицательные маркеры. Маркеры разрушения. Маркеры разрушения года, месяца. Это разрушители года, месяца. Вот разрушение о нём говорю. Также разрушитель дня и личные разрушители. Как это можно себе представить? Например, вы едете в какую-то страну отдыхать, да, вот спланировали себе отпуск, время, в плане, когда вам дадут этот отпуск, например, какая страна, какие музеи, какие достопримечательности вы посетите. Но приезжая оттуда, там вот, к сожалению, какие-то политические, может быть, события, да, или какие-то, не дай бог, какие-то теракты, или какие-то военные события. И уже отпуск, он не будет таким хорошим. Вот это очень часто, когда мы выезжаем в день разрушителя или в личного разрушителя. И вы, кстати, проанализируете, очень много отрицательных событий в нашем мире происходят в дни разрушителей. И, конечно, в эти дни надо меньше времени быть, там, где большое количество людей, да, вот столпотворение, в толпе людей. И это уже каким-то образом вы будете себя защищать. Да, конечно, мы не в силах полностью себя от всего защитить, но очень много факторов на это влияет, и наша определенная карма, наши уроки, и в то же время события вокруг. Но максимально вложить свои силы и выбрать лучшее из возможного – это в наших силах. То есть вторым таким основным моментом мы всегда убираем дни разрушителей. Да, разрушитель года, месяц, час. И об этом я буду подробно вам рассказывать на нашем курсе и для чего именно. И, кстати, дни разрушителей не всегда плохие. У них есть тоже плюсы, но это надо уже знать, да. Вот в каждом правиле, у каждого правила имеет свои исключения. И вот эти исключения, о них тоже мы будем говорить. Дальше. Следующая важная тема, которую мы раскроем на курсе «Основы выбора дат» – это влияние энергетических фаз. Энергетические фазы, они очень четко, они очень точно нам показывают события, нам показывают наши возможности. И если, например, сейчас вам покажу слайд из нашего курса, если, например, в какой-то определенный день человек находится на низкой фазе, например, там, фаза смерть, например, дерево я, человек-дерево я, в какой-то день, у нас есть день-дерево я на лошади, то есть в этот день данный человек с элементом личности, дерево я, находится на низкой фазе. Но, конечно, этот день не сильно будет благоприятный, особенно если еще и дерево, как элемент полезно человеку. Мало того, что он сам акцентировался в этой дате на низкой фазе, так он еще и элемент его тоже, тоже низкой. Конечно, у него не будет сил. Либо второй момент, на котором тоже остановлюсь на курсе основы бородат, это наше тело. Тело мы подробно изучаем на курсе здоровья. Но в плане курса основы бородат, это тоже очень важное направление, именно тело в карте нашей. Почему? Когда мы начинаем свое лечение, в момент, когда наше тело очень на низкой фазе, это большой минус. Например, допустим, человек металла, тело его, земля, ресурс. Тело – это наш ресурс всегда. Дальше мы уже, конечно, смотрим по полярности. Это мужчина или это женщина. И в зависимости от полярности определяется наше тело. Так вот, если, например, женщина, допустим, зимия, соответственно, тело – огонь у этой женщины. И если она начинает свою операцию, либо лечение свое, хирургическое вмешательство, в день, когда тело на низкой фазе, вот на фазе могилы, день такой у нас есть, огонь, я на собаке. Это уже минус большой. Да, это не говорит, что все будет плохо. Нет. Но организму нужно больше будет сил восстановиться. Если, конечно, еще и день разрушения, еще и личный разрушитель, еще и низкая фаза, ну, тогда вообще это не сильно хорошо. И вот такие моменты, такие дни мы не должны использовать. Да, конечно, я сейчас не говорю о тех периодах, когда вот эта экстремальная там операция или что-то, там уже никто не смотрит ни на дату, ни на час, ни на день. Главное, чтобы спасти человека. В нашем курсе мы анализируем, когда мы имеем право выбрать. Да, у нас есть возможность выбрать, выбрать, пойти к врачу, например, в определенный день или выбрать этот день, да. Не пойти, когда у нас, например, личный разрушитель. Это будет минус большой. Также в плане фаз, что мы еще можем сказать относительно финансовых дел. Например, вы спланировали открытие там интернет-магазина, например. Подготовились, вложили деньги в свои знания, вложили время в свое. Спускаете в день, когда ваши деньги на низкой фазе. Например, человек, допустим, пусть будет у нас дерево, раз мы уже говорим о дереве. Дерево, деньги его, земля, элементы. То, что мы контролируем, это наши деньги. И человек запускает в день, когда земля, то есть его деньги на низкой фазе. Например, день земля на собаке. И тут как бы получается все. Этот человек все подготовил для этого интернет-магазина. Все договорился, оформил. Там платежные системы. Вложил массу времени, массу своих возможностей, денег, ресурсов. И запускает вот в отрицательном. То есть это как, например, мы увидели красивейший саженец розы. Ну, очень красивый. И решаем в январе посадить. Мы его нашли, мы изучили все о нем, мы купили его. И в январе сажаем. Мы сейчас увидели, мы сейчас хотим. Мы вот спланировали сейчас. А время-то плохое. Не выдержит это саженец. То же самое. И когда мы запускаем в периоды, когда наши деньги, когда мы на низких фазах. Конечно, надо выбрать другое время. Когда, например, наши деньги, наши деньги, это я и говорю, из элементов личности. Вот мы человек. Я, допустим, человек, у меня мое самовыражение определенный элемент. Деньги там другой элемент. И вот когда наши деньги на высоких фазах, тогда у нас будут больше возможностей. И вот этот саженец розы, пример которого я приводила, мы его будем сажать в хорошую, такую плодородную землю в нужное время, когда эта земля будет увлажненная, когда вот этот дождик, когда солнышко будет. То есть в хороших условиях, в нужных условиях для роста этой розы, как в примере. Вот то же самое. Мы открываем важные, запускаем важные наши дела, открытия делаем, мы едем в поездки наши, начинаем какое-то обучение. в тот период, когда у нас либо полезные элементы, либо мы сами на высоких фазах. О фазах мы будем много говорить на курсе, очень много посвятим фазам, потому что фазы, они очень-очень говорящие. Поэтому используйте обязательно фазы. Они очень важны при выборе дат, при выборе и вообще периодов. Дальше. И вот даже вот в примере я написала, узнаете, в какие дни ваши деньги расцветают, они либо на высокой фазе, либо полезный бог. И когда они на фазе смерти. Ну, соответственно, понятно, какие результаты. Дальше. Также на курсе основы выбора дат мы рассмотрим периоды финансовых потерь, соответственно, не возврата вложений, а какие наоборот приносят процветание. И вот финансовые потери очень часто это вот дни без богатства. Это дни, когда вот прям дни потерь. Вот что бы мы ни делали, к сожалению, это принесет нам минуса. Конечно, ну не надо в эти периоды. Ну зачем мы все время пытаемся через какие-то преграды идти? Да, вот у нас не получается. Вот мы все равно мы хотим. Ну, можно немножечко раньше, либо немножко позже стартануть. И уже будет легче. И так в сессии, там, этого бизнеса, или в процессе этого всего, там, дела небольшого, или большого, и так будет мало, масса каких-то дополнительных вопросов. Нельзя все предугадать, да, что будет. Но, по крайней мере, начните в хорошую дату. Это вот как с этим саженцем роза, когда мы ее садим в хорошую, да, то, конечно, потом может пойти какой-то град, я не знаю, какой-то там залезть на этот участок, или что-то еще произойти впоследствии. Ну, все возможно, но, по крайней мере, старт будет очень хороший. И часто, когда меня спрашивают, а вот если начать отличную дату, вот это 100% будет хороший результат. Нет, 100% на самом деле, вот честно, дать, наверное, никто не может, что будет 100% отличный результат. Очень много зависит от других факторов даже. Но старт будет сильный, хороший, потенциал будет замечательный, и дальше уже мы будем своими силами усиливать, улучшать, так корректнее будет сказано, события и результат на выходе. Также мы на курсе рассмотрим, много внимания уделим здоровью. Почему? Ну, к сожалению или к радости, я не знаю, здоровье очень важный аспект нашей жизни. Когда у нас проблемы со здоровьем, нам уже ничего больше практически не нужно, думаем только как там выздороветь и что там сделать. очень важно, когда, например, мы начинаем лечиться в отрицательные маркеры. Это плохо. Это, например, дни закрытия, о которых мы тоже будем говорить. Дни закрытия – это ци, как будто ци – энергия, она как будто там заперта, да, её нет. И вот человек хочет, и тот же самый врач хочет помочь, но не хватает вот этой внешней энергии. Может, не хватает энергии у самого человека, у самого его организма, у того же самого врача. То есть неблагоприятно начинать в периоды, которые связаны там с звездой болезни, также неблагоприятно в дни болезни начинать. Ну и, конечно же, в те же самые разрушители. Личный разрушитель в плане здоровья, например, там договорились с врачом, всё хорошо, всё отлично, но потом раз, этому врачу куда-то надо уехать. Ну, это тоже человек, да, у которого тоже какие-то свои вопросы могут быть. И ему надо уехать, или там, не дай бог, заболел. И вот этот день, ну вот, к сожалению, уже не так пойдёт. Да, это не будет говорить о том, что второй врач там по-другому что-то плохо сделает или что-то. Нет, это не о том. Но это уже минусы большие, да, и вот вы настроились, допустим, не в этом, кто-то другой настроился, но вот этого хорошего врача своего всё уже обсудил, и тут его меняют. Это уже. И вот такие дни мы можем обойти. Также есть такие, есть дни, когда, о которых мы тоже будем говорить, когда можно просто банально заразиться. Вот мы идём в поликлинику, или идём в вот эту аптеку, или кого-то посещаем из своих, и вот человек начинает болеть, да. Это как бы не потому, что, не потому, что тот посетитель, как-то он попал куда-то, но вот так складываются эти энергии, и они на нас, к сожалению, или к радости там влияют. Поэтому очень-очень вам рекомендую обратить вот особое внимание на старт наших событий. Они как бы как запускают вот эту всю цепочку вот этих пазлов. Также, возможно, вы слышали о наказаниях. Очень тоже неблагоприятно стартовать, начинать периоды наказания. Очень, это большие минусы. Почему? Потому что в наказании вот так сложилась энергия в дате, она уже проблемная, да, если, например, мы возьмём огненное наказание. Это когда складываются дни тигра, обезьяны, змеи. Мы будем о них говорить на нашем курсе основы выбора дат, и прям по дням и часам показывать. Вот такие дни, они прямо как будто подталкивают человека. Вы знаете, да, что наказания, особенно вот огненные, кстати, земляные тоже, земные наказания, они аварии склонны. Человек то ли в этот момент, вот кто-то, он за рулём, вот кто-то позвонил, отвлёкся, произошла авария. И хотя опытный человек, и очень часто, когда анализировали даты аварий, смотрели, что да, тот человек, он был опытный, всё, он не первый год, он не первый раз, он вообще, говорит, я вообще не понимаю, как я там взяла этот телефон, когда я вообще им не пользуюсь за рулём. Но вот так складываются энергии, что мы как бы, вот в эти периоды, минимальное у нас внимание происходит, да, как-то вот минусы большие вот эти происходят, особенно на людей, у кого в карте нашей натальной бадзы, это есть. Если, например, у вас в карте, ну, вообще нет никаких признаков огненного наказания, то есть нет там вот этих тигров, обезьян, змеи, нет, либо они есть, но они немного водички там, то есть тогда слабее будет на вас это работать. Конечно, очень хорошо это понимать, понимать заблаговременно, согласитесь, что жизнь человеческая, это очень-очень ценно она вообще, и вот эти все моменты, лучше в такой день просто вообще не сесть за руль, такси, например, либо вообще никуда не поехать, если знаете, что у вас в карте предрасположенности к тому же самому огненному наказанию, если я уже о нем говорю, тогда лучше в месяце змеи, например, с проявленным огнем, ну, больше внимания проявлять, и отключать вот эту повышенную эмоциональность. Огненное наказание нам еще часто говорит о, знаете, вот мы бежим в разные стороны. Почему? Потому что огненное наказание – это три путешествующие лошади, и когда они неблагоприятны для нас, их влияние, тогда это получается, как будто мы сидим вот в этой карете, а одна лошадь хочет в одну сторону бежать, другая – в другую, а третья вообще в третью, и вот они разрываются то в одну, то в другую, и в лучшем случае, это если, не знаю, как-то их успокоить, и человек никуда дальше не поедет, иначе, к сожалению, произойдут там неприятные события, да, если еще, ладно, события, которые можно исправить, это уже как-то хорошо, а если, к сожалению, вы знаете, да, что аварии, ну, не всегда можно все исправить. И вы на курсе основы бородат, мы вот прямо остановимся на этих наказаниях, и прямо рассмотрим наказания, когда сталкиваются, с чем сталкиваются, что они приносят, и как в днях, как в месяце, дни, недели, часы, как это не использовать. И, допустим, какой день, вот в одном дне наказания, наказания, и в другом дне наказания, ну, бывает, слабое очень, можем использовать, а бывает, когда вот полное табу, мы не используем этот день, и вообще-то максимум все минимизируем. Дальше, друзья, еще на курсе, то есть мы остановимся, кстати, и вот сразу говорю, что есть наказание нелюбви, есть самонаказание, огненное наказание, и земное наказание. Самое, конечно, легкое из этих наказаний в метафизике восточной, это самонаказание. Это самонаказание, да, с ним тоже надо, конечно, работать, но это наказание, которое мы сами себе создаем. И, понимая, уже легче с этим быть. Огненное, земное, немножечко, они более проблематичны, но тоже можно с ними работать. И вот, например, когда приходит месяц там, козы, например, день, собаки, и час быка, и если еще у человека есть коза, собака, например, или так, может быть, этих земляных, земных ветвей, тогда, вот оно все, как бы, весь этот пазл собирается. А земное наказание, его тоже не сильно надо пугаться, просто надо понимать. И вообще, вот эта вся наука, философия, вот эта метафизики восточной, для чего она нам дается? Не для того, чтобы мы посмотрели у всех в карте, увидели это земное наказание, прочитали в интернете, что да, земное наказание, это онкология, и тому подобное. А для того, чтобы мы поняли, раз у нас есть такие предпосылки, значит, очень много надо прорабатывать эмоцию обиды, да, потому что это прям тесная связь идет. Надо научиться воспринимать людей, какие они есть. Надо перестать вообще, особенно, вот, кстати, люди, у кого есть земли много, научитесь не обижаться на людей. Люди с наличием земли очень сильно склонны к обидам, и они накапливают эти обиды в себе, и причем, знаете, вот другой человек, он даже и не думал вас обидеть, но вот как-то вы воспринимаете, мы как-то воспринимаем мысли другого человека, слова, идеи, взгляды, и нам кажется, что вот нас хотели обидеть. Это очень склонность, это очень склонно для земли, вот у кого много земли, и она еще проявлена. И представьте себе, приходит еще и месяц такой, а если пришел и год такой, например, там год дракона, тоже земля пришла, да, она, дракон не входит в стройку земного наказания, но это усиливание эмоций земли, и тогда, и тогда вот, вот эти периоды, и может запуститься вот эта цепочка, которая приводит к такой большой трагедии, и к такой большой беде, вот с этими заболеваниями. Поэтому, вот сразу, у меня даже, когда курс Банзея начинаю вести, первым, первым слайдом у меня там, такое, такая информация, что, примите, что в наших силах все исправить, и ни в коем случае, никогда нельзя бояться, потому что мы усиливаем вот эти отрицательные энергии. Мало того, что они есть в картах, допустим, так мы еще начинаем об этом думать, мы начинаем это бояться, вместо того, чтобы понять, как с этим работать, и как это исправить. Поэтому, однозначно, метафизику всегда надо учить, с открытым умом, воспринимая, что это подсказки для корректного, правильного поведения, для правильного восприятия этой реальности. И то же самое, если у нас огненные наказания в карте, или какие-то элементы из этого наказания, например, там обезьяна и змея, и когда приходит тигр, это либо год тигра, либо месяц тигра, и в небесных стволах есть огонь, ну вот тогда это включается, и мы уже анализируем, понимаем, к чему это может привести, понимаем, что нам надо сделать, чтобы это можно было нейтрализовать. Да, в конце концов, можно просто никуда не поехать, а сказать всем, что я сегодня дома, и вообще не хочу никуда идти, и лежать себе на диванчике, и смотреть фильм. Можно такое? Можно. Чаши весов. Наша жизнь, или кто как что подумает о нас? Согласитесь, это очень-очень разное. А когда вы ещё это можете помочь своим близким, ну тут вообще, когда вы понимаете, что вот там у вас ребёнок, или ваш муж, вот у него складывается, мы же когда начинаем изучать метафизику Банзе, мы сразу смотрим свою карту там, своего мужа, своей сестры, своего брата, сына, мамы, папу, то есть своих близких сразу. И когда вот вы, пройдя, допустим, курс основы, вы уже будете понимать, что вот земное наказание, или там наказание нелюбви, вот складывается вот в такой-то день, там у моей дочки, например, ну конечно ей не надо в этот день идти на свидание со своим кавалером, можно перенести на другой день. Да почему? Да потому что так произойдут события, в лучшем случае они поссорятся, в худшем случае, ну в лучшем случае давайте не поссорятся, просто в лучшем случае они уйдут на этот день, просто не будут вместе, а в худшем случае наказание нелюбви, там очень много отрицательных, прям таких нехороших маркеров. Конечно, в ваших силах помочь своим родным, дочке, например, своей, или своим родным людям, и им подсказать, вот сегодня ты лучше сделай так, а завтра ты лучше сделаешь так. И всегда вот очень важно рекомендовать, вот рекомендации, больше делайте рекомендации, потому что каждый человек должен сам принимать свои решения, а рекомендации, это уже с нашей стороны идёт. Дальше, друзья, остановимся на периодах, так, это мы с вами рассмотрели, болезни недопонимания, остановимся на периодах, когда вот те же самые отношения будут более долгие, да, и вот эти отношения лучше не начать в наказание, о которых я вам говорила, а начинать в периоды, там, добродетели, например, там, месячная добродетель, у нас есть такая, день успеха, и позитивные такие энергии, вот в них, конечно, и даже есть там фраза у нас в классических учебниках, что вот эти отношения, они будут очень долгие и поддержанные. Также очень важный вот этот момент, я думаю, многие из нас, кто любит, кто не любит, но кому приходится делать ремонты, и часто бывает, что вот начинаем ремонт, а он у нас долгим, да, то ли там тот строитель, что-то ушёл, бригада поменялась, и это всё долго получается, либо там вообще электричество, что-то отключили, что-то произошло, и сроки все нарушаются. Очень часто это происходит, когда мы в период, начинаем в период реша, причём именно с ша задержки. Очень часто. Тоже будем об этом говорить, и вы вот навсегда вот запомните, когда ремонт не надо начинать, потому что он будет долгий, либо это вообще будет потеря, потому что, например, дни потерь, или там истинных потерь, ну не надо начинать, начните в другой день, ну так выбрать можно лучшую дату, да, и начать, когда всё быстро пойдёт. Также вот очень многие из вас знают индикаторы, у нас есть 12 индикаторов, и индикатор, например, успех. Человек смотрит и видит индикатор успех, и потом что-то происходит, какие-то у него события, он говорит, почему я начал в день индикатора с успех, успех, но там произошло то-то-то, ну, потому что одного индикатора, это очень мало, надо понимать всю энергию всей даты, да, то же самое в той же дате, день успеха, но человек может быть на низкой фазе, например, там на фазе, то же самое там смерть, могила, там разрушение, разложение, либо лезть, уже будет минус, и несмотря, что для всех людей будет день с индикатором успех, а для кого-то это будет лишний разрушитель, то есть это на курсе основы выбора дат, будем на этом акцентироваться. Много внимания уделим символическим звездам, это и путешествующие лошади, я всегда очень люблю благородного человека, вот когда вообще не знаем, какой день, какую дату выбрать, вот выбираем дату с благородным человеком, благородный человек, даты, допустим, да, когда какие, ну и, конечно, первоначально мы не используем часы, например, там, пустые часы, или час, который сталкивается, ну, о столкновениях мы уже с вами говорили, есть такой термин, как неиспользуемый час, то есть, чтобы вы не начинали, будет конфликтная энергия, и через большие сложности придётся пройти, ну, это в лучшем случае, в худшем случае вообще ничего не произойдёт, когда мы используем неиспользуемый час, да, используем неиспользуемый час, сам час нам говорит, что его не надо просто использовать, ну, выберите другой час, но, к сожалению, мы вот так склонны, что очень часто выбираем, ну, не самое лучшее, да, это тоже можно объяснить, почему это мы находимся, значит, в таком периоде, либо у нас месяц такой, либо так такой, когда вот из двух выбираем там, что худшее, да, не хотя бы причём, и вроде думаешь, 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 какое же лучше выбрать, в конечном итоге раз, и что-то не то, вот, вот для того, чтобы обойти вот эти периоды, когда вот мы в таком периоде, выбирайте просто правильное время, исходя из правил логики, основы выбора, да, основы выбора, которые базируются на пяти элементах, и, конечно, мы добавляем однозначно часы там радости, ускорителя исполнения желаний, это всё мы с вами пройдём на курсе основы выбора дат, куда я вас и приглашаю. Значит, курс у нас состоит, он небольшой курс, очень насыщенный, состоит из двух уроков, поэтому говорю, вот та стоимость, которую постарались сделать, она просто совсем-совсем небольшая, для чего? Для того, чтобы вы могли максимально использовать, да, потому что у нас у всех разные финансовые положения, разные финансовые возможности в текущей, поэтому мы постарались сделать, ну, минимальную стоимость на этот курс, но ценность его значительно-значительно велика. Так вот, первый урок, это у нас основы китайского календаря, это разрушители года, личные разрушители, энергетические фазы, это то, что я вам говорила, мы проходим. На втором уроке индикаторы успеха отрешать, ни потерь, ни безбогатства, периоды наказания, звезда болезни, ни болезни, небесное счастье, небесное добродетель, энергии, также мы рассматриваем добродетели месяца, годовая звезда богатства, этот неиспользуемый час, пустой час, час путешествующей лошади, это когда быстрее, да, мы стартуем, чтобы у нас быстрее получилось, но тоже тут есть факторы, также позитивные энергии, там гармоничные часы, часы радости, счастливые часы. Это мы с вами на втором уроке проходим, где у нас будут, где вообще у нас проходят курсы. Курсы у нас на обучающих платформах, вы получаете доступ к этому курсу, пароль, логин, потом в дальнейшем личном кабинете вы можете поменять пароль, логин. И что самое ценное, также ценное, кроме знаний, которые вы получите, у вас будет бессрочный доступ, то есть вы можете сегодня пройти курс, например, через месяц что-то повторить, повторить, потому что знаний там много. И, как нам сказали, вот некоторые отзывы в мосте, ознакомиться с ними, что он насыщенный очень, да, несмотря на то, что это два дня, очень насыщенный. И, конечно, честно говоря, кто особенно давно учил бадзи, немножко сложновато будет, или даже к тем, кто не учил бадзи, немножечко надо будет больше времени. Ну, то есть вы же понимаете, что мы, когда получаем знания, мы не можем сто процентов сразу всё вложить в свою голову. Ну, так устроена голова, там, я не говорю про унберкинтер, сейчас говорю про обычных людей. Мы что-то воспринимаем, а что-то нам надо повторить, вот для того, чтобы вы могли спокойно повторить и через месяц, и через два, и через три, и через год. А тоже вот у нас комментарий, который вот Елена Киселёва написала, что изучала в двадцать первом году ещё бадзи наше, то есть в двадцать первом году бадзи изучала, и вот сейчас, в текущем году, она тоже может зайти и повторить что-то. Я считаю, что это очень ценно, когда в любое время вы можете открыть ваш курс, он вам не даётся на неделю, на месяц, на год, а даётся на постоянном. Дальше, друзья, что ещё хотела сказать? Что обязательно, обязательно, сейчас посмотрю, вопросы ваши ещё, обязательно используйте эти знания, обязательно. Жизнь, она очень бывает сложная, бывает очень насыщена разными событиями, события, которые от нас не всегда зависят, да, и вот очень ценно уметь, уметь обойти вот эти ситуации. Как говорит мой сын иногда, мам, ну ты же не знаешь, что бы было, если бы я там не обошёл, но лучше пусть он так говорит, и всё у него будет хорошо, чем, не дай бог, как-то было бы по-другому. Да, мы не можем пройти два пути, чтобы проверить, а вот точно ли работает вот этот выбор, да, или нет. Ну, может, не всегда и надо тестировать, да, можно, конечно, но лучше знаете, как протестируйте, посмотрите события, которые уже произошли, и проанализируйте эти даты, да, вот те же самые дни, когда там, не дай бог, какие-то теракты, те же самые дни, когда кто-то заболел, кто-то ушёл из жизни, и вот когда мы анализируем, я очень много, да, проанализировала, когда вот такие нехорошие события произошли, и понимаешь, что можно было вот этот момент обойти, можно было, но тут как бы включается ещё понятие судьбы, а действительно получилось бы, но в любом случае мы со своей стороны должны сделать всё возможное, чтобы выбрать лучшее из того, что есть. Всё, друзья, вот этот момент я и хотела вам рассказать о нашем курсе, пригласить вас на этот курс «Основы борода», информацию подробнее ещё, если этого мало, что я рассказала, можете посмотреть на нашем лендинге в описании, и всегда задать нам вопросы на нашей почте «Инфоакадемия метафизики», а также на нашем телеграм-канале. Так, сейчас ещё посмотрю вопросы, которые вы мне задали, и вы всё. так, относительно наказаний, это мы будем с вами в базе изучать, смотрите, для выбора дат мы смотрим наказание, но вот характеристики, насколько оно встроено в нашу карту, вам никто, во-первых, не скажет, потому что надо увидеть карту, как вы прекрасно понимаете, и потом мы уже анализируем, потому что так нельзя говорить, и, честно говоря, это будет некорректно и неправильно, почему? Потому что человек, когда не видит всю карту, одну и вторую карту, тем более, здесь вопрос относительно мужа-жены, сына-жены, то нельзя так, это будет некорректно, а я не хочу говорить некорректно. Так, скажите, пожалуйста, если период удачи первая фаза Ци высокая, эта фаза Ци пришла для обладателя карты, да, мы смотрим в календарях, обычно пишутся фазы относительно элемента личности и относительно непосредственно самого столпа. Благородные года также помогают, да, есть такая символическая звезда Благородные года, и они тоже помогают нам, однозначно, но благородные по дню всегда работают сильнее. Тут, конечно, надо понимать, благородный элемент, коммун элементы, какой это, на какой фазе относительно нас, да, это у нас же два благородных, всегда благородное небо, благородные земли, И мы уже дальше, исходя из этого, анализируем. Все вопросы, которые у вас есть, пишите в комментариях. Видео я вам обязательно на них отвечу. Ну и будем очень рады видеть вас на курсе «Основы выбора дат». До встречи!